Книга «Открытым оком», том 15, вопрос 3005. Тема литература. Что вы можете сказать о кинофильме «В круге первом» по роману Александра Исаевича Солженицына? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Отзывы в печати сходны с моими. Фильм резиново-тягомотный. Не 10 серий телевизионных, а одну-две можно было допустить. Когда я еще в сам издате читал книгу, то наиболее близки мне были рассуждения при прогулке с дядей-мудрецом. Его рассуждения о умении читать между строк и потом о глупости видения. Проходит машина хлеб, мясо, а в них зэки затарены. Иностранный же журналист пишет. Жить стали лучше. Жалко людей. Их попытки обосновать трагедию временного. И нет им выхода и нет возможности выйти из этого круга безнадежности. Ибо нет веры живой евангельской. Это же о себе Александр Исаевич пишет, как и его прототип Нержин Миронов. Пустота и под одеялом. И разве так уж не мог достать строчку Евангелия и переписать, и жить во Христе? Очень верно показано вхождение в тюрьму, раздевание, отмирание. Я это пережил несколько раз, но у меня была вера и Христос, молитва и покой. Здесь же безнадежность, ужасное положение. И послесловие вызывает тяжелое чувство, когда самого автора нет. А жена его Наталья Дмитриевна рассуждает по-мерзки. Жалко уходящего Александра. Кто не допустил нас познакомиться с ним? Замысел продолжить круги ада был бы еще более скучным. Воплотись он. Без Библии, без Возрождения свыше самого автора, он ничего нового не сможет сказать. А будет описан тот же, семестный блуд, та же жестокость, пустые размусоливания о луже и о море. Мне очень и очень жаль Александра. Столько напрасленно перемолотить и ни одного не подвигнуть к Высшему. Жену его не знаю, но впечатление, что она может быть одна из прихожанок, Капранова-Войтовича. Откровение 16.9 «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». Иеремия 2.30 «Вообще поражал я детей Ваших, они не приняли вразумление. Пророков Ваших поедал меч Ваш, как истребляющий лев». Так что же будет с родиной моей? С великой зоной с проволокой колючей, ее окольцевал давно лукавый змей. Дракон семиголовый насилует и мучит. В агонии абортов, дедовщины, уничтожает внутренность свою и пожирает. Манили царством, к плахе подтащили. ГУЛАГ советский называли Раем. Страшилище империя злодейств, продажных судей, хищников великих, Москва, та блудница, высевшая на змеи, не тройкой стала, дохлой улиткой. И все за то, единственно за то, что Бога Всемогущего забыли. Пространствами кичились, пустотой. Царя отверглись, а избрали вилла. От доморощенных своих же иудеев отбою нет христопродавцев сонмы, жидовская колония потомкам Моисея. Что Библия основа, не знали и не помним. Опять на княжество отдельные распасцы. Ей предстоит обратный путь проделать. Не слушали того, кто на распятие. В него делами направляли стрелы. И слышится, свершилось из почерневших уст. К окровобленным дланям не дотянуться пьяным. Отвергли путь, который есть Иисус. Не рассчитавшись, впали в долговую яму. И родина не мать, а злобная старуха. Гафолия из древности седой. Других обогащая, своим кидала рухлить. Шла к абортарию за страшную звездою. Ключ разумения у книжников лукавых. Кадят епископы ЧК для кровожадной власти. Наш приговор подписан. Началась расправа. И это слово подлежит огласке. 4 января 2006 год. Игнатий Лапкин.